Привет, дам господа! Те, кто подписан на Boosty Telegram, как это всегда, в общем-то, было, знают чуть больше. Поэтому рекомендую подписаться. В частности, знают о том, что некоторое время назад открылся анотропный шоп, где вы можете приобрести то, что, возможно, всегда хотели, и то, что я начал заключительный этап готовки видео про тестостерон. В частности, начал колоть экзогенный тестостерон, повысил свой уровень этого гормона до небывалых масштабов и в полной мере ощущаю действия короля мужских гормонов на свой организм, о чем вам сегодня и поведают. Хотел снять это видео позже, но понял, что забывающего начал. Уже стало подзабываться, что еще несколько недель назад я стандартно подшугивался людей, испытывал тревожность, например. Об этом, думаю, вам будет особенно интересно послушать. Отвечаю сразу на вопрос, почему же я сел на анаболический курс, учитывая, что это так невероятно опасно, что можно там себя загубить и все остальное. Об этом я еще позже скажу. Во-первых, потому что могу, потому что я разбираюсь в антокринной системе и знаю, как обезопасить практически полностью прием анаболических средств и полностью восстановиться, знаю, какие анализы нужно сдать, знаю, при каких значениях анализов не стоит в эту сферу лезть, а при каких, в общем-то, можно поэкспериментировать. Это раз. Во-вторых, я действительно считаю, что для того, чтобы быть профи в своем деле, для того, чтобы быть лучшим, нужно по-настоящему знать, о чем ты говоришь. Не просто думать, что ты знаешь, а действительно знать, иметь опыт. Я не хочу быть как врачи, имеющие 10 анамоль на литр, утверждающие, например, что уровень свободного тестостерона и ГСПГ не имеет значения. Не уверен, конечно, что буду развивать свое ограниченное медицинское образование. А у меня, да, есть частичное медицинское образование, которое позволяло мне, например, заведовать медициной на судне. Сейчас просто стало модно абробировать бумажками. Но все же на уровне своего нынешнего интереса мне бы хотелось соответствовать уровню. То есть обобщаю, потому что знаю, как провести этот эксперимент безопасно и самостоятельно. И потому что хочу быть в этой сфере лучшим, для того, чтобы получить опыт и знания, с которыми потом с вами поделюсь. Отмечу, что это не полный разбор тестостерона как гормона. Материал про тестостерон, безусловно, видит свет в будущем и займет соответствующее место на просторах РУ сегмента Ютуба. Однако сейчас я хочу дать вам чистую опытную выжимку. Что я почувствовал за 3 недели, имея уровень тестостерона под сотню на моль на литр с адекватным эстрадиолом, низким пролактином и ГСПГ. Я выделил 25 изменений и предлагаю их вашим органам восприятия аудиальной и звуковой информации. Поехали. Первый и самый важный для меня эффект это снижение тревожности. Еще 3 недели назад во время эксперимента с сыроедением, обладая вот таким скверным пролактином, я стал почти шугаться людей. То есть я и так социофоб в ремиссии, о чем вы прекрасно осведомлены. И для меня любые социальные контакты даются тяжелее, чем большинству. Но в тот раз стало прям как-то совсем тяжело. Идешь по улице и тебя прям колбасит. Прям на ровном месте ничего, в общем-то, не предвещало беды, но меня прям колбасило. И тем, кто таких проблем не имеет, абсолютно бессмысленно рассказывать, почему так. То есть какие-то описания ситуации не дадут толку, потому что человек, у которого нет социофобии, который не тревожится, он просто не понимает, почему ты здесь тревожишься. Почему ты идешь по улице, рядом с тобой идет какая-то женщина среднего возраста, мужчина напротив тебя идет, и ты из-за этого испытываешь тревогу. То есть это невозможно объяснить, но тем, у кого такие проблемы есть, ничего объяснять не надо, все и так понятно. Сейчас у меня все ровно и стабильно, суперкоммуникатором и экстравертом я, конечно же, не стал, но и перестал тревожиться, просто прогуливаясь, например, по улице. Для меня лично это безусловная победа. Если у вас есть тревожность, то прям рекомендую обратить внимание, пристальное причем, на уровень своих половых гормонов. Причем снижение пролактина дает только часть общего эффекта, о чем я говорил ранее. Второе важнейшее изменение это повышение уверенности в себе. Причем, скажу честно, до курса я и не полагал, что такое уверенность в себе. То есть я что-то там думал, предполагал, но все это было приближено, то есть общими мазками. На самом деле тестостерон это именно про это умение или качество, или как хотите его называйте. И на курсе я пришел к выводу, что уверенность в себе это, во-первых, отсутствие физиологических проявлений неуверенности в себе, таких как тревожность, упадочное настроение там и все остальное. И во вторую очередь это полный или хотя бы частичный пофигизм на мнение окружающих тебя людей. Видишь паренька, смотрящего в пол, сразу понятно, у кого низкий тест. Если быть педантичным в этом вопросе, то стоит сказать, что уверенность в себе это дофамин и тестостерон. То есть не только тестостерон. И что важно понимать, вот эта петушиная дофаминная уверенность без теста, это как огромный афроамериканец с 5 сантиметрами. Ничего более красноречивого придумать для примера не смог. Касаемо мнений других людей, хочется вообще отдельно сказать, я долгое время воспроизводил, скорее всего, бессознательную вот эту вот расхожую концепцию о том, что себя, мол, бла-бла, стоит сравнивать только с самим собой из прошлого. Сейчас мне кажется, что это так не работает. То есть, ну, когда пришло осознание, я понял, что так не работает. Почему? Потому что если мы находились в обществе самих себя, да, пожалуйста, можно сравнивать только с самим собой. Но мы же находимся в обществе других людей, соответственно, и позиционируем себя тоже по отношению к другим людям. Поэтому мы вынуждены себя сравнивать. Так вот, как это преображение происходило в моей голове? Например, ну, не буду там копаться в каких-то больных местах, я недостаточно умен. Смотрим вокруг, вокруг большинство людей, очевидно, идиоты. Я об этом еще сниму видео. Как бы, что переживать? Ну, далеко, скажем так, я не глупый человек, если сравнивать себя с общей массой. Тем более, все, в общем-то, в руках, да, моих, ваших, наотропы, там, изучение новой информации, всегда можно стать в каких-то аспектах умнее. Или, например, я недостаточно профи в своей сфере. Это прям ли классик в моей жизни. Я постоянно считаю себя недостаточно профессиональным в той сфере, которую выбрал на ближайшие годы основной. Ну, потому что пока я еще не все знаю, хотя понятно, что все знать невозможно. И тут мне было достаточно просто адекватно оценить других деятелей. Даже просто в ру-сегменте. Я не знаю ни одного другого человека, который хоть в треть так же рисковал жизнью в ходе экспериментов, просто ради науки. Хоть если говорить про эксперименты с веществами, гормонами, всякими химикатами. Хоть если говорить про практики, в ходе которых я даже на операционном столе оказывался. Ну, то есть максимализм, стремление к профессионализму – это очень круто. И я считаю, что, возможно, из-за вот этого постоянного желания стать лучше я и добился того, что имею. Но, с другой стороны, уже имеющийся опыт тоже нужно оценивать адекватно. И тестострон позволил мне как раз-таки это сделать. И так, в принципе, по каждому беспокоящему моменту. Их, наверное, спло у меня лично около 10-15. У вас может быть больше, меньше. И, в принципе, смотришь по сторонам, понимая, что всем, в общем-то, на тебя всё равно. То есть переживая из-за таких мелочей, из-за, по большому счёту, иллюзии и страха быть самим собой такой, какой ты есть, ты в первую очередь жертвуешь своим охрененным состоянием и самочувствием. И становится очевидным, надо не бояться быть собой, полностью себя принять. И если что-то не устраивает, то планомерно меняться, прикладывая осознанные усилия. То есть не бояться своих каких-то слабостей, пороков, проблем и так далее, а принимать их и исправлять. Другие концепции просто бессмысленны. И тут, после всех этих исцеляющих очевидностей, ты смотришь по сторонам и понимаешь, что вокруг огромное количество профанов, идиотов, кривых, косых, тупых и всё остальное. Да, ну как бы это не звучало цинично. И ты внезапно понимаешь, что, блин, ну я не так уж и плох, ну по сравнению с общей массой. Большинство людей, на самом деле, что я понял, способны лишь на копирование друг друга. И какая-то малейшая индивидуальность уже делает тебя крайне крутым перцем. И это, кстати, очень крутое масштабное преимущество долгой жизни с тестостероном. Ну, конечно, если ты не ломаешься, а продолжаешь развиваться, идти дальше, превозмогать. Просто, чтобы хотя бы на полшишечки обрести уверенность в себе, которую человек с высоким тестостероном получает просто так. Потому что вместе с искусственно повышенным тестостероном ты получаешь ещё и кучу навыков, придачу, которые получил в ходе вот этих вот превозмоганий. И вообще, надо сказать, что наличие мозгов и высокого тестостерона – это прям гремучая смесь. Правда, отмечу, что если у вас имеются сильные неврозы, ну то есть негативно подкреплённые всяческие реакции, то, возможно, всё это так не сработает. То есть вы просто будете неврозчиком с высоким тестостероном. Если же у вас неврозов нет, или если вы их порешаете, кстати, терапия тестостероном очень помогает в этом процессе, то вот, скорее всего, будет то же самое, что я описал. Третье изменение – это энергия и общий тонус. Не буду рассказывать, как было, расскажу, как стало. Высыпаюсь за 7-8 часов, стою легко, полным сил. Очень часто люди с низким тестостероном жалуются на разбитость с утра. До самого отхода ко сну заряжена активность различных проявлений, в том числе когнитивную. Легко переношу любые физические нагрузки, быстро восстанавливаюсь. То есть в целом тест меняет это вот состояние уставшего от всего предоборочного ленивого тюфичка с пузиком, лежащего на диванчике со средним стоячком, у которого подмучивает глаза при резком подъеме на полную боевую готовность во всех смыслах. Четвертое изменение, конечно же, растешь как на дрожжах. Я тут не буду прям все свои мышцы показывать. У меня больше грудные мышцы выросли. Но скажу, что за две недели я приобрел ту формулу, которую пыжась, накачивал год целый, допустим, обучаясь в колледже. Даже как-то стало неловко перед знакомыми в зале, которые годами свои бицепсы пытаются довести до уровня, который я довел за две недели. И начал я с 80 кг, сейчас за 2,5 недели у меня 82, с учетом сброса как минимум килограмма жира, по ощущениям. На бусте я скину свою форму сейчас и до средния, потому что до средния прям я выглядел уже так, сомнительно. Но я осознанно к этому шел для того, чтобы четко проверить, насколько средния перспективно в сбросе веса. Кстати, крайне рекомендую просто обратить внимание на то, сколько вы съедаете белка в день. Существует немалая вероятность, что вы белка не доедаете. И скажу честно, когда я стал подсчитывать, сколько я съедаю белка, и стал наедать сколько надо для человека, который тренируется, и стал себя по-другому чувствовать. Пятое изменение. Изменилось чувство личных границ. При этом у меня лично нет агрессии. Агрессия это вообще скорее про эстрадиол. И если какой-то качок, насупившись на вас, смотрит, просто порекомендуйте ему сдать анализ на эстрадиол, успокоиться и вести стэк, допустим, анастрозол. А вот что есть, так это понимание необходимости здоровой конкуренции и отстаивания своих границ. Сейчас, конечно, уже не пещерные времена, и нет необходимости рычать и двигать тазом по отношению ко всем самцам, которые проходят мимо вас на улице. Ну, просто потому что есть другие способы, более эффективные, показать свою доминантность, показать, кто здесь кто, кто здесь крутой перец. Но я совершенно сейчас не могу представить себе такой сценарий, когда какой-то мужчина, допустим, осознанно, просто проявляя свою бескультурию, проявляя свою какую-то наглость, меня толкнул на улице и пошел дальше, не извинившись. Ну, просто такого сценария нет. Я не смогу это взглотнуть сейчас. Раньше, ну, допустим, там, вспоминая некоторые события из молодости, лет 10 назад, и действительно, мол, вот меня могли толкнуть, и я такой, ну, окей, все, пошел дальше. Тесострон дает вот это состояние. И, в частности, это проявляется также еще профессиональная деятельность. Хорошо, что я сейчас, в принципе, свободный художник, инвестор там и все остальное. Работая в море, я просто не представляю, как можно было бы быть офицером и срабатываться с капитанами, с некоторыми, да, мудаками, с которыми я работал. Ну, я просто бы после нескольких всяких выкрутасов не как обычно сглотнул там и сутуло, в общем-то, согласился, а просто вмазал его подзатыльника, потому что, ну, а что ты, собственно, выпендриваешься? Ты кто такой вообще? Ну, вот такие мысли появляются. И, конечно же, меня очень скоро из-за этого бы списали. Поэтому, если вы какой-нибудь офисный работник, где нужно прям сутуло сглатывать все, что вам начальник говорит, возможно, тестостерон это не про вас. Да и вообще, в целом, вот если мысли продолжить, то можно задуматься на тему того, действительно ли уровень тестостерона такой низкий, был всегда во все времена. Может быть, действительно его как-нибудь снизили каким-то способом. Интересная мысль, я о ней стал очень серьезно задумываться. Шестое изменение – качество сна. Оно изменилось, я стал быстрее засыпать и лучше высыпаться. Ну, точнее, я стал высыпаться. Вот, потому что у меня наличествовала разбитость с утра. И очень часто мужчины, которые обращаются за консультацией, описывают либо как основной симптом, либо как один из симптомов. Это вот такой сценарий. Просыпаешься разбитым, еле стоишь на ногах в течение дня, приходишь домой с целью выспаться и не можешь уснуть. Просыпаешься опять разбитым. Почему так происходит? Потому что эндогенный тестостерон, то есть, который вырабатывается у нас внутри, как раз-таки синтезируется ночью. Логически, если рассудить, если мы ночью спим и тестостерон не восстанавливается, то вот такое ощущение с утра и имеем. Соответственно, какой вывод? Если у вас разбитость с утра имеется, бегом сдавать анализы. Как сдавать анализы? Дешево, легко, быстро и все остальное. Я рассказывал в одном из прошлых видео, и также в описании есть ссылка. Седьмой тоже интересный момент. Изменилось отношение к женщинам. Я как типичный джентльмен-романтик в прошлом, воздыхатель по всяким там Настям, Тамарам и прочим Сашам, годами могу точно сказать, что большинство без привлечения мужчин живут сильнейшим неврозом из-за кривого отношения к противоположному полу. Больше самок, засандалить, понравиться, что-то там доказать, заслужить. Сайты знакомств, лайки, ожидания снисхождения это такой бред, что осознавшему будет просто страшно. Я наконец-таки понял, в чем принципиально отличается поведение женского гендера от мужского. Тут, конечно, еще сказалось то, что в свое время я год изучал гендерную психологию, то есть наложилась, скажем так, теория на практику. Но вот это стало очевидным. Женская суть, суть женского гендера, это про быть слабой и уязымой сущностью, вынужденной жить в мире, созданном мужчинами с высоким тестостероном и развитым мозгом. Женский гендер это про не знать, уверена ты или нет, то ты делаешь или нет, с тем ты или нет и так далее и тому подобное. Необходимость быть красивой, чтобы понравиться ресурсному мужчине, который закроет частично всю вот эту вот неуверенность, при этом уверять всех, в том числе и себя, что быть красивой ей надо лишь для себя. И это лишь одна из тысячи хитрых, якобы сложных схем, из-за множества которых женщины и кажутся якобы сложными, скрытых туманом неопределенности и общей эстрадиольности. Естественно, я не претендую на знание всего и вся, я могу ошибаться, но вот эта конструкция кажется очевидным. Несмотря на то, что даже год назад, ну даже вот несколько недель назад, мне казалось все это каким-то, что-то непонятное, какое-то сложное. Да вроде бы все понятно, все очевидно, и понимаешь это, когда ты сам становишься чрезмерно маскулин. Хотя, конечно, уверен, что найдутся дамы с охотой, все это оспорище, ну, вероятно, эти дамы имеют как раз-таки мужской гендер, возможно. Однако дело-то в чем? Я стал вообще с большим пониманием к женщинам относиться, из-за как раз-таки лучшего их понимания, без какого-то высокомерия и сексизма. На самом деле, не так уж и просто быть нормальной, здоровой женщиной, девушкой в мире, наполненном мужчинами с неврозами, причем такими масштабными, жирными, которыми еще и приходится подыгрывать. И суть-то в том, что за показухой излишней стоит как раз-таки прозаичность и простота. Да, у меня сейчас шкалит либидо, об этом еще упомяну, но я теперь просто не готов за его удовлетворение унижаться. И, что вы понимали, за унижение я теперь считаю даже необходимость постоянно инициировать общение, тем более уж необходимость демонстрации чего-то там, что понравится там и тому подобное. Я сам по себе ценен, и если какой-то женщине это не очевидно, то это целиком и полностью ее проблемы. И, собственно говоря, если подумать логически, если убрать переизбыток ресурсов, если убрать всю вот эту вот гормональную историю и оставить просто банально необходимость выжить и воспроизвести потомство, то очевидно, что мужчин и женщинам нужны больше. Ну, тут, я думаю, никто не оспорит, у кого есть хотя бы зачатки мозга. И при этом всем я понимаю, что женщины намного выносливые и сильнее мужчин, потому что попробуйте вывозить всю эту историю с низким тестостероном. И, кстати, да, по поводу всех вот этих вот стереотипов, женщины не чуют тестостерон и не кидаются на улицы с требованиями их побыстрее оплодотворить, а реагируют на следствие, которое формируется с временем. То есть просто повысив тестостерон, у вас множество самок в жизни не появится. Есть много бреда вокруг тестостерона и привлекательности в целом, от него завязанный. Да, сто процентов уровень грабонов это один из важнейших факторов наравне с внешностью и коммуникативными навыками, но ничего по дуновению волшебной палочки не происходит. Я лично вообще не заметил какого-то серьезного пока изменения в этом аспекте, за исключением появления большей простоты в общении, может быть, в знакомствах, на тех же самых сайтах знакомств. Думаю, что моменты это еще преобразуются, но уже сейчас колоссальные изменения именно в отношении к женщинам, в отношении к себе. И поскольку канал-то в том числе посвящен психологии в какой-то части, это прям крайне интересный момент. Я допускаю, что в моей жизни может появиться женщина, но я ценю сейчас то, что я не пойми с кем. То есть у меня были женщины, которые явно не заслуживали моего внимания, и я с ними был долгое время. Сейчас я ценю свое одиночество, то, что я не изгажен общество какой-то дешевки, ну, если простым языком говорить. И ценю то, что, в общем-то, не опозорился, во всяком случае, в своих глазах, не бегаю за женщинами, то есть и не собираюсь это делать. И вообще в 100% беготня, вот это вот, это право, омег 100%, 100%. Допускаю, что в моей жизни может появиться человек, с которым мне будет хорошо, которого я буду уважать, но я для этого ничего из того, что постулируется в обществе, вот эти вот там принцы на белом коне, там с букетами ростом делать не буду, 100%. Ну, во всяком случае, пока у меня будет высокий тассострон. Если упоминать практическую часть, что изменилось, то сейчас, если какая-то женщина мной заинтересуется, то я не буду там на седьмом небе от счастья, и, в общем-то, моя самооценка даже от этого сильно не изменится, я просто отнесусь к ее интересу дружелюбно и открыто. И это на самом деле гигантское преображение, оно очень здорово, не здорово, а здорово. Хотя полагаю, что некоторые услышавшие мои речи сейчас ухмыляются и такие, мол, да, парень, вот это ты дал, и кто там с тобой будет знакомиться, да, или вообще ничего не понимают, о чем речь, о чем он вообще такое говорит. Но оценивая масштаб изменений, я понимаю, что это крайне важно, и в моих планах довести эту поведенческую модель до полного избаления от нужды и начать относиться к инстинкту разношения лишь как халяванному источнику дофамина. Вот такой когнитивный биохакинг, скажем так. И вот тогда, если такое состояние будет достигнуто, вот тогда можно будет рассчитывать на здоровую историю взаимоотношения с противоположным полом. Это мое мнение, ни в коем разе его не навязываешь, тем более не вызывая на дуэли в комментариях подписчиц, но вот сейчас я точно уверен, что подавляющее большинство мужчин просто банально находятся в каком-то неврозе и не понимают, что с ним делать абсолютно и думают, что они делают что-то правильно. 8. Значительно улучшилось пищеварение, закидываешь ЖКТ просто как в топку все, что плохо приколочено и все это идет по прямому назначению, оказывая плодотворное, полезное и действенное организм, не откладываясь на боках и очень хорошо понимаешь, откуда берется жирок на пузике и боках у подписчиков, допустим, которые обращаются на консультации, за консультацией и обозначают, что я не понимаю, откуда это берется. То есть я вроде бы ничего не ем, а у меня все равно вот эти вот жиры как будто появляются. Вообще никаких нет ни сварений, и всего вот этого прочего неприятного, все это очевидно следствие активного анаболизма и метаболизма. До курса я даже стал ограничивать мясо в рационе, так как от него мне становилось тяжело. То есть вроде бы должен получить пользу, то есть больше энергии, а получал усталость и какие-то в общем-то состояния тяжести. Кстати, из-за этого, вопреки ожиданиям, стало намного меньше прыщей, в особенности на спине. По сути их сейчас нет, не единственный прыщ на лбу вскочил за все время, хотя вроде бы на анаболических курсах бывают проблемы с прыщами, но вот у меня так. Хотя дело еще и безусловно в снижении воспаления, и это девятый пункт, концентрация тестостерона в крови обратно пропорционально различным маркерам воспаления, воспаления становятся в разы меньше. Как и всех следствий наличия воспаления, в том числе и акне. Десятый момент, узкоспециализированные, скажем так, это отсутствие пояс. Пояс, если говорить кратко, это ощущение себя дерьмом после эякуляции. Ну вот так, не подбирая выражения, и те, у кого есть пояс, подтвердят низкую необходимость подбирать эти самые выражения. Там есть разные причины, почему пояс возникает, я об этом сниму видео, потому что даже в англоязычном сегменте, током ничего нет, я в этом разобрался. Ну, на тестостероне с нормальным уровнем пролактина и тестостерона окончать можно столько, сколько влезет, и никак вся эта история не проявляется, в том числе не проявляются аутоиммунные различные аллергические реакции на эякуляции. Одиннадцатый момент, опять частичное следствие прошлого, повышенная, мягко скажем, либидо. Постоянный стояк, если говорить простым языком, от которого даже ночью можно проснуться случайно, самопроизвольные эрекции, посреди, не знаю, дня, прогуливаясь по улице, и при этом важный момент для корректной зактовки состояния заключается в том, что даже при низком тестостероне можно иметь высокое либидо и хорошую эрекцию, с чем я часто столкнулся на консультациях. До конца в этом моменте лично я пока не разобрался, если кто-то может пояснить, почему так, именно авторитетное мнение, основанное на практике, то обязательно напишите в комментариях, очень будет интересно почитать. но только не слепые теории, прям вот практика. До курса у меня и либидо, и эрекция зачастую бывали, скажем так, не выше среднего. 12 момент, опять же, изменение психологии. Становишься прямолинейнее и честнее. Я столько всякого дерьма в своей голове мотал туда-сюда, что-то мне казалось все каким-то сложным, каким-то непонятным, что-то там надо было какие-то сложные очень действия совершать для того, чтобы получить то, что я хотел. На самом деле все очевидно. Есть такая книжка, я вам часто рекомендую, «Сила есть право». И, в общем-то, все. Вот. Мы не так далеко ушли от обезьян. Технологический век, в общем-то, был не тысячелетия назад, да, и очень многие моменты пока еще крайне простые и их очень легко проследить. Главное не обращать внимание на, опять же, идиотов, которых много, и которые могут очень, скажем так, сбить с толку и создать впечатление, что все действительно сложно и непонятно. Тесострон, в том числе, позволил мне меньше врать, улукаить самому себе. Ну и другим тоже. Ну вот, есть так. И с этим надо жить. От того, что ты выдумаешь себе в голове рогатого беса или бога на небесах, он там не появится. Как и не появится миллион долларов в кармане от силы мысли и намерения у восторженного молодца, надужно афермирующего оны. Жизнь фактически не сложна. Сложны некоторые составляющие жизни, допустим, высшая математика, органическая, химия, не знаю, там, атомная физика какая-нибудь, ядерная физика. А антинаучный эзотерический бред это как раз таки просто. И если отбросить всю шелуху, то что мы имеем? Мы имеем там 20-30, ну хорошо, 40 лет жизни, которые нужно прожить, желательно насыщенно, а потом умереть. И хочешь ты, веришь ты в смерть, не веришь, ты все равно умрешь. И как-то вот все становится таким простым и не таким уж и далеким, то есть все становится как-то на ладони практически. И на фоне всего этого отпадает желание лукавить. Врать, лукавить, ты просто смотришь правде в глаза, какой бы она ни была, и тебе от этого не страшно и не больно. Далее 13-е изменение стало меньше страха. Другими словами, меньше адреналина. Ну, точнее, адреналин стал меньше себя проявлять, из-за чего я, например, чуть не разбился на мопеде, рассекая по 100 км в час по балийским дорогам, на которых может внезапно канава посреди дорожного полотна всплыть. Фотки последствий скидывала на бусте. Сейчас уже почти все зажило. Регенерация, кстати, на курсе ускорилась процентов на 20-30. В общем, где-то плюс, где-то и минус. Погибнуть можно значительно проще, потому что ты не избегаешь конфликтов, ты творишь всякую дичь, особенно если в голове опилки, как говорится. Ну, в общем, надо аккуратненько с этим, особенно если вот сразу там с 10 анаболин до 100, прям нужно откорректировать свои модели поведения. Все же, наверное, видели женщин, орущих просто, визжащих при виде небольшого паука. Так вот, они не притворяются. И действительно заливают адреналином, который значительно слабее влияет на тело и психику, как раз таки при высоком тестостероне. 14 момент стало масштабнее и активнее расти борода. Сейчас этого не видно, потому что я побрился. Кстати, сейчас провожу очередной эксперимент. Буду мазать бороду миноксидилом вплоть до там двух лет. В общем, бороду я себе отращу. И, несмотря на некоторый плюрализм мнений, все-таки слабый рост бороды зависит от тестостерона в том числе. На курсе рост бороды усилился на процентов 30 не меньше. 15 момент огрубил голос чуть-чуть. Вы, возможно, это слышите. Причем, я даже иногда стараюсь говорить как было. То есть, не поддаваться, скажем так, вот этим изменениям, потому что адекватный мой тембр скорее сейчас вот такой. То есть, мне вот так сейчас комфортно говорить. Не очень сильно все это проявляется, но я чувствую динамику. 16 момент стал чуть больше юморить. Вот вообще с юмором у меня бывают проблемы. Я такой не очень эмоциональный человек в жизни. И юмора стало больше. Мне как-то стало легче себя в этом аспекте проявлять. Стараюсь, конечно, никого не обижать. Шучу по-доброму. Да и, в принципе, появилось больше позитива в жизни. Даже вот вчера, допустим, шел по улице, там что-то смешное видел и прям рассмеялся очень искренне для себя самого, потому что захотелось. 17 момент заметил снижение творческого потенциала. Тестострон действительно дает такую прямолинейность, и это сказывается в том числе на вот этой вот эстрадиоловой или не доведи какой-нибудь господь пролактиновой вихреватости и кучереватости повествования. Со вдохами и доахами, естественно, как какая-то там Тамара так ждала Васю с рейса, Вася так без нее страдал посреди океана. Тестострон это больше про вот я, Вася, вышел на берег, повидался с Тамарой, что-то она какая-то радостная была, потом попил пиво с матросами, ну ладно, опять в рейс. Вот и весь рассказ. Хотя опыт у меня большой, пролактиновый, эстрадиоловый, в общем-то, и с высоким тестостроном, низким эстрадиолом, пролактином тоже могу творить вот эту вот вихреватость запросто, так что не беспокойтесь. Восемнадцатый момент психологическая устойчивость и выносливость. Не путать с терпильностью, ты знаешь, что тебе надо и идешь к цели, относясь к неудачам как к опыту. В девятнадцать стали сильнее упадать в волосы на голове, это минус, а на груди и на лице соответственно стали расти сильнее, это скорее плюс. В двадцать стало стабильнее настроение. Я, конечно, не то чтобы сильно этот момент ощутил на себе, потому что за всю свою жизнь я из таких психоэмоциональных отверстий я бы сказал очек себе вытаскивал, что меня уже особо сильно не напугать всей этой историей. То есть я прям маэстро в вопросах настроения и абсолютно уверен, что я большинство людей, которые сидят на антидепрессантах или собираются на них садиться, могу от этой практики их избавить. Ну, такой момент тоже имеет смысл отметить. Кстати, как показывают последние эксперименты, у мужчин тоже бывает ПМС, определенные периоды мужского гормонального цикла, уровень тестостерона падает, из-за чего мужчина может ощущать перепады настроения, беспричинную апатию, может быть раздражительным и даже плаксивом. Тут все просто, можно провести параллель, допустим, с мужской и женской грудью. У всех она есть, но по-разному выглядит и по-разному выражено. Ну, на тесте ПМС нет. 21 изменение, иначе стал чувствовать себя в обществе других мужчин. В частности, если у мужчины низкий тестостерон, там 10-20, чувствуешь себя так спокойно, расслабленно, ну, без наглости, просто чувствуешь себя спокойно. Если у мужчины тестостерон под сотку, а это выделить очень просто, поставить, допустим, 10 мужчин, ну, мне во всяком случае, потому что у меня обширный опыт консультации и анализов, я видел, ну, мягко говоря, порядочное количество, плюс описаний по этим анализам, то мне прям вообще не составляет никакого труда выделить мужчину с высоким тестостероном и вот когда в обществе появляется мужчина с тестостероном еще и может быть выше, чем у тебя, прям добавляется какая-то осторожность и такой легкий шлейф норадреналина скорее. На самом деле все это очень весело, реально бабугиным себя каким-то чувствуешь иногда, но так ни у одного меня, вот, а я не считаю себя высокопримативным мужчиной, поэтому тут уж ничего не попишешь, так оно и есть. Более того, уже не раз было отмечено, что если взаимодействуешь по делам с мужчиной, которые тоже балуются витамином Т, то у вас у обоих чуть корректируется поведение в сторону более спокойного, например, мой боевой товарищ, который меня и подстрекнул на данный опыт, часто позволял себе обругивать других самцов на дороге, которые, может быть, себя как-то не очень корректно вели по его мнению, даже угрожая им расправой. Когда же я догнал его по уровню теста и мы стали в машине кататься вместе, он стал себя вести как-то разумнее и даже сам это отметил. В свою очередь я вне его компании тоже более драйвовый со местом, могу себя как-то более ярко проявить, а когда мы вместе проводим время, то веду себя сдержаннее. То есть, страха нет, но есть актуальная корректировка ситуативных реакций и моделей поведения. Все это следствие, как мне кажется, мужской солидарности, благодаря которой люди по большей части и смогли договориться и построить то, что мы сейчас имеем. Хотя, конечно, здесь еще и личные качества серьезное влияние имеют. Если человек идиот, то экзогенный тестострон сделает его лишь буйным идиотом. Может быть, даже еще и большим буйным идиотом. Но таких обычно в обществе изолируют. Это, как я помню, после культового видео про пролактин, один качок мне написал, ну вот сейчас ты ответишь, вот у меня высокий пролактин, а я в зале там жму, там что-то такое. Ну да, Вася, ты на свой тестострон посмотри на количество сустонона, которое ты в неделю ставишь, потом тут выпендривайся. И еще момент интересный, заметил, что хочется защищать слабого. Ну вот у меня такое проявилось, если в этом, естественно, есть необходимость. Возможно, вы наблюдали, как женщины с презрением относятся к мужчинам, проявляющим слабость. Они будто становятся им неинтересными, по всех смыслах. Слабость, безусловно, от низкого теста и с высоким тестом как раз к ней относятся с большей толерантностью. Даже в случае слабости своих близких, которые раньше я не мог воспринимать, то есть они для меня были как красная тряпка, которые я уже просто настолько привык, что она сразу вызывала у меня негативные всякие ощущения. Эти ощущения стало легче контролировать, потому что понимая, что они, в общем-то, идут не от силы. И в конечном счете я пришел к воду. Конечно, я понимаю, что это все очень субъективно. Вообще, этот топ, он очень субъективен. Но я пришел к воду, что не все люди могут так, как я, но от этого они не предстоит быть людьми, достойными сострадания. 22 стали больше болеть ягодицы, потому что колоть себе тестостерон по раз в неделю не такое уж приятное занятие, скажу честно. 23 стало меньше проблем с концентрацией и памятью. Память тоже один из частых симптомов гипогонадизма, как бы это странно не звучало. Но странного на самом деле не так уж и много, потому что тестостерон очень коррелитивно действует с дофамином, а дофамин, естественно, в том числе влияет и на память. Поэтому если у вас проблемы с памятью, концентрация, то возможно у вас в том числе проблемы с тестостерон. Естественно, и дофаминовой мотивации стало больше. 24 в принципе есть такое ощущение, что нашел подобие может быть одну десятую той самой волшебной таблетки, которую, естественно, все мы биохакеры ищем, потому что, ну как видите, из 25 обозначенных моментов большинство можно отметить как положительные и при этом явные. И 25 изменения, которые я уже так просто из пальца высосал, мне в принципе стало по всем аспектам лучше. Как-то так. Я не могу сказать, что это прям то, что я искал. То есть, когда я готовился к этому эксперименту, я ожидал чего-то другого. В первую очередь сейчас меня интересует повышение эмоционального интеллекта, то есть я ищу таблетку для повышения эмоционального интеллекта. Но тестостерон сначала меня в какой-то степени разочаровал, потому что он еще раскрывается долго, ты ожидаешь эффекта после первой инъекции. Но сейчас я понимаю, что он даже превзошел по некоторым аспектам мои ожидания. Да даже хотя бы взять из боления от тревожности. Я столько всего испробовал, столько всего попробовал, ничего не давало даже схожего эффекта. И я могу сказать определенно, что буду на ГЗТ. Начиная с этого ли года или с каких-нибудь там 35-40 лет, но буду точно, потому что жизнь слишком коротка, чтобы жить на своем тестостероне, а при прямых руках ГЗТ имеет значительно больше плюсов, чем минусов, да и вообще в принципе минусов имеет не так уж и много, в том числе и связанных с рисками для здоровья. ГЗТ вообще по сути своей при прямых руках безопасна, ну и при отсутствии ограничений и противопоказаний. Например, гинекомастия, которая часто вот там Бойсовский клуб, помним, я забыл, как и звали этого актера, который жаловался на то, что у него тестостерона выросли грудью, так это дело не в тестостероне, а в том, что руки растут из нижней части спины, потому что нужно задавать анализы, контролировать уровень эстрадиола, да, изучить понятие ароматизации тестостерона, например. И, конечно же, я не скажу, что рекомендую прям повторять за мной. Не стоит забывать, что я все эти манипуляции произвожу самостоятельно, со знанием дела и необходимым уровнем компетентности и естественной осознанности. Лезть в гранальную систему не зная, например, об, опять же, той же самой ароматизации тестостерона, влияние на баллических средств на гематокрит, липидный профиль, простату, по меньшей мере, неразумно, а, в общем-то, опасно. Но у меня в этом есть опыт, есть знания, плюс, как оказалось, есть действительно необходимость основанная на анализах, хотя у меня далеко там не 10 анаболь на литр. Ну, вы мои анализы знаете. То есть, ну, вот так получается. С другой стороны, буду с вами честен, я вообще стараюсь быть всегда честным, снимая свои видео. Из-за этого страдаю, потому что удаляет каналы и все остальное, но буду честен. Если вам 40 лет, и вы чувствуете, что вы уже не вывозите, покряхтываете, там, подсыпается у вас песочек, и проявляются все симптомы гипогонадизма, даже если не по анализам, как бы, ну, не совсем там, опять же, 10 анаболь на литр, потому что все эти значения, они очень сильно занижены, то стесняться газеты и уколов, ну, это как минимум неразумно. Ну, вот, это не взросло просто, особенно осознавая, какие преображения ждут. Вот. И в некоторых случаях это даже продляет жизнь, ну, молодость так точно продляет. Поэтому, задуматься тоже имеет смысл. И к тому же, нужно понимать, ведь не происходит так, мол, мало теста и все, чуть менее там, жизнь яркой стала. Происходит так, мало теста, больше эстро, прол себя активнее проявляет, и жизнь действительно может стать очень серой. То есть, какой-то статичной позиции в вопросе с гормонами сложно достигнуть, потому что они все очень сильно взаимосвязаны. То есть, те, кто думает, что вот сейчас потужусь, там, лет 10, там, правильное питание, сон, зал, значит, потом как присяду, да, как все восстановится, может быть, конечно, а может и не восстановится. Но самое главное, вы 10 лет жизни потеряете. Вот. Это самая печальная во всей этой истории, самая такая яркая фраза, которую я слышал от большинства людей, у которых был гипогонодизм, ну, повторюсь, не просто так, это блажь, да, а был гипогонодизм, и они его исправили. Больше всего я жалею о том, что я не сделал это раньше. Вот. И, конечно же, можно запрошиться, выжать соточку. Вот. И я могу это сделать. У меня есть знание, как с помощью добавок. Да-да, добавок. Я разбираюсь в этой теме, в отличие от многих говорящих головок, и знаю, какие добавки действительно повышают тестострон. Такие есть. И, допустим, там, если не хватило за счет антиэстрогенов, хотя небольшой их любитель, действительно, вывести тестострон на значительный уровень, если надо, еще и ГСПГ можно снизить. Но зачем? Зачем все эти танцы с губнами, если есть способ попроще? Изменение гормонального фона это одно, а изменение поведения, мышления и судьбы, ну, не с точки зрения эзотерики, а именно то, что в вашей жизни происходит и будет происходить, это другое. Это уже происходит не сразу после инъекции, а со временем. Оттого и важно формироваться с нормальным тестостероном, рождаться, формироваться физиологически, психологически, чтобы зоны мозга, естественно, формировались тоже при адекватном уровне гормонов. И сейчас я понимаю, что сколько же идиотизма и дерьма было записано на мой жесткий диск из-за того, что у меня банально не было нормального уровня тестостерона. Но он был там социально приемлемый, но это не то, что надо для жизни. Пролоким вот этот вот доставучий, да, там, под 500, под 600. Столько всего можно было бы избежать. Просто иногда даже как-то обидно становится. Но с другой стороны, нужно жить и, опять же, принимать жизнь и обстоятельства, которые есть сейчас, такими, какие они есть. Раз уж так вышло. По сути, тестостерон это и есть мужчина, это и есть маскулинность, это и есть мужской гендер. Тест 10 на моль на литр это смешно. Просто не работает это так. Хоть как петушись, это не работает, на этом все. На бусти скину свою актуальную форму и покажу, как выглядел до и на курсе. Рекомендую как-нибудь сдать анализы. Все-таки, как вы поняли, анализ на полыгромоны это то, что точно нужно сдать, если вы этого еще не сделали. Чекап я для вас уже собрал, все есть в описании. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, а также посещать грибной шоп Телеграм и наотропный шоп на официальном сайте. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова